Плача ночью по солнцу, не замечаешь звезд, сказал когда-то великий индийский автор Робин Дранат Тагор. А ведь как порою прекрасно остановиться в своих стремлениях и насладиться ясным ночным небом. Вы только представьте, каждая видимая звезда уникальна. Каждая из них — это целый мир. А сколько звезд мы не видим, а скольких еще не знаем. Да и вообще, что мы знаем о звездах? Из чего они состоят? Какого цвета бывают? Каких размеров и в чем их особенности? Давайте узнаем. Но для начала нам нужно определить, что вообще такое звезда. Из современных определений данного термина можно выделить, что звезда — это массивное самосветящееся небесное тело, имеющее газовую или плазменную природу, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции. Ожогов определяет звезду следующим образом. Это небесное тело, раскаленный газовый шар, ночью видимая как светящаяся точка. Вы, наверное, заметили, что в обоих определениях отсутствуют слова с корнем свет. Оно и неудивительно. Ведь самая распространенная схема классификации звезд — по спектральным классам, которая основана на их температуре и светимости. Понимая, что видимая яркость зависит от дистанции, еще древние греки пытались определить расстояние до звезд по годичному параллаксу, то есть изменению фона объекта в зависимости от того, с какой стороны от Солнца на него смотрит наблюдатель. Но удалось это лишь в 1837 году датчанину Фридриху Струве. После этого в оценку светимости звезд была внесена поправка на дистанцию. Следующий шаг был сделан в начале прошлого века, когда спектральный анализ позволил превратить цвет звезды, до этого момента оценивавшейся субъективно, в точную численную характеристику. И в 1910 году появилась знаменитая диаграмма зависимости между спектром и светимостью, составленная датчанином Эйнаром Герцшпрунгом и американцем Генри Расселом. Обобщив накопившиеся данные, ученые обнаружили, что 80% светил выстраивается в тянущуюся из правого нижнего в левый верхний угол линию. Эта область была названа главной последовательностью. Характеристики звезд главной последовательности зависят в первую очередь от массы и в гораздо меньшей степени от возраста и начального химического состава. Чем больше масса звезды, тем больше ее температура, радиус и светимость, и тем меньше срок ее жизни на главной последовательности. Стадия главной последовательности заканчивается, когда в ядре звезды остается слишком мало водорода, и его сгорание не может продолжаться в том же режиме. Разные звезды после этого ведут себя по-разному. Условно, по спектральным классам звезды можно представить так. Голубые О – гелевые звезды с температурой поверхности более 30 000 К. Белоголубые Б – гелевые светила от 10 000 до 30 000 К. Белые А – водородные звезды с температурой 7 410 000 К. Желто-белые F – у которых особенности спектра обусловлены ионизированным кальцием, а температура достигает 6 7 200 К. Желтые G – с ионизированным кальцием и 5 206 000 К. Кстати, наше Солнце – это тоже желтый карлик. Оранжевые – К, где в основном наблюдаются линии спектра нейтральных металлов, а температура колеблется от 3500 до 5 200. Красные – М. Звезды имеют температуру от 2500 до 3500 градусов К. А в спектре присутствует множество линий металлов и молекулярных соединений. Классы LTY – это классы коричневых карликов в порядке понижения температуры вплоть до 600 градусов К. Иногда также используются классы W для звезд Вольфа-Рая, P для планетарных туманностей и Q для новых звезд. Это то, что принято использовать сегодня. Исходя из вышесказанного, в астрономии различают такие виды звезд – красные гиганты и сверхгиганты. Это два вида звезд характеризуются небольшими поверхностными температурами от 3000 до 5000 К, но большими светимостями. В их недрах происходит горение гелия, которое превращается в углерод. Эти виды звезд включают в себя звезды двух спектральных классов М и К, то есть красные и оранжевые. Имеют диаметры от 100 до 800 солнечных, но есть и исключения. Например, YV – большого пса имеет диаметр в 1024 диаметра в Солнце. Белые карлики. Белые карлики – это полностью проэволюционировавшие звезды. Представляют собой ядра звезд, потерявших свою внешнюю оболочку из-за своего же расширения. Эти звезды обладают малыми размерами, где-то в 100 раз меньше, чем Солнце. И светимостью – в 10 000 раз меньше Солнца. При таких малых размерах они обладают массой примерно равной массе нашего светила. Объясняется это большой плотностью их вещества. Такая плотность приводит к тому, что белые карлики – это сгустки электронно-ядерной плазмы и напрочь лишены своего источника энергии. Они светят за счет исчерпания своего же запаса тепла. Коричневые карлики. Коричневые карлики – это вид звезд, в которых потери энергии на излучение не компенсируются их ядерными реакциями. Ранее считалось, что это гипотетические объекты, так как такие объекты, по всей видимости, должны существовать. И в 2004 году был открыт 2М1207 – коричневый карлик в созвездии Гидры. Коричневые карлики имеют очень и очень малые размеры. Где-то в 12,5-83 раза больше Юпитера. В их ядрах протекают ядерные реакции с участием ядер легких элементов. После их исчерпания термоядерная реакция прекращается, и звезда полностью потухнет, превратившись в некий планетоподобный объект. Виды звезд, в которых наблюдается хотя бы один раз, перемена значения их блеска. Причины этому разные – как внутренние процессы, так и то, что звезда состоит в двойной системе. Существуют разные виды переменных звезд, различающиеся механизмами изменения их блеска. Пульсирующие переменные, эруптивные переменные, вращающиеся переменные, катаклизмические переменные, затменно-двойные системы, оптические переменные двойные системы, имеющие жесткое рентгеновское излучение. Звезды типа Т – Тельца. Этот вид звезд назван в честь своего явного представителя в созвездии Тельца. Представители этого вида – переменные звезды спектрального класса от F до M, которые можно обнаружить около молекулярных облаков. Имеют весьма нерегулярную переменность яркости. Их поверхностные температуры и массы схожи со звездами главной последовательности. Их поверхностные температуры и массы схожи со звездами главной последовательности. А вот радиусы, соответственно, и светимости, больше. Еще одно отличие звезд типа Т – Тельца от звезд главной последовательности – это то, что у них основным источником энергии служит гравитационное сжатие самой звезды. Тип Вольфа-Рая. Такие звезды характеризуются высокими светимостями, превышающими солнечную в примерно 4000 раз и температурами большими, чем 50000 кельвин. Размеры этих звезд сравнительно небольшие, порядком в 10-15 раз больше нашего Солнца. И массы примерно 10 солнечных. Звезды Вольфа-Рая отличаются от других звезд с такими же температурами своими особыми спектрами. Окончательную точку в вопросе о происхождении звезд Вольфа-Рая еще не поставили. Однако популярной является гипотеза, по которой эти звезды представляют собой гелевые остатки больших и массивных звезд. В нашей галактике на сегодняшний день открыто 230 звезд этого вида. Сверхновые. Сверхновые — это звезда, которая вследствие своего сжатия на определенном этапе своей эволюции взрывается. Такой взрыв для постороннего наблюдателя будет выглядеть как спонтанное, очень сильное увеличение яркости такого светила. И наблюдать такой эффект можно на очень больших расстояниях. Отличаются сверхновые звезды от новых силой происходящего взрыва. Новые. Новые звезды, как и сверхновые, — это переменные катаклизмического типа. В первых, перемена в блеске наблюдается не так спонтанно, как у вторых, и может продлиться не один год. Поэтому новые звезды распределили по группам, отличающимися друг от друга по времени пребывания блеска звезды в своем максимуме. Гиперновые. Гиперновые представляют собой гипотетические виды звезд, описывающие взрывы звезд с массами, превышающими солнечную больше чем в 100 раз. Фактически гиперновые — это очень большие сверхновые звезды. Предлагается, что 440 миллионов лет назад мог быть взрыв гиперновой звезды, вследствие чего на Землю мог попасть изотоп никеля 56 Ни. Он — от взорвавшегося источника. Ультра-яркие рентгеновские источники. Это источники сильного рентгеновского излучения. Предположительно, обладают массами в 10 тысяч масс Солнца. Эти излучения носят периодическую природу, изменяющуюся от нескольких секунд до нескольких лет. Что собой представляют эти источники, до сих пор неясно. И по этому поводу ведутся много споров. Самое популярное мнение, что это черная дыра. Яркие голубые переменные. Или же звезды типа С золотой рыбы. Голубые гипергиганты с пульсирующими оболочками. Имеют неправильные изменения своего блеска с большой амплитудой. Предполагают, что представители такого вида обладают большими массами, порядка 150 солнечных. Поэтому сроки их жизни малы — пару миллионов лет. По всей видимости, такие светила являются прародителями для звезд типа Вольфа-Рая. И в конце концов, они могут взорваться в качестве гиперновой. Уникальные звезды. СС-433 — затменно-рентгеновская двойная система. Один из компонентов этой системы — массивная звезда с высокой температурой, где-то в 30 тысяч кельвина. Второй — какой-то компактный источник. Черная дыра или нейтронная звезда, обладающая огромной массой. Со звезды на этот источник постоянно перетекает струя газа и формирует аккреционный диск, затмевающий главную звезду с периодом в 13 суток. Этот компактный спутник окружен плазмой, имеющую очень высокую температуру и светимость, а также являющуюся источником сильного рентгеновского излучения. Представителем объектов СС-433 является звезда Ви-1343 в созвездии Орла. Нейтронные звезды — это ядра взорвавшихся звезд, в которых дальнейшее сжатие приводит к тому, что ядро полностью будет состоять из нейтронов. Массы таких звезд составляют приблизительно от 1,44 масс Солнца, предел Чандра-Сикара, до предела Оппенгеймера-Волкова, который будет разный для каждой звезды. Радиусы таких звезд ничтожно малы — около 10-20 километров. Нейтронные звезды обладают сильным магнитным полем и неимоверно быстрым вращением — около 1000 оборотов за секунду. Вследствие этого существуют такие виды звезд нейтронного типа, как рентгеновские пульсары и радиопульсары. Излучают они, соответственно, в рентгеновском и радиодиапазонах длин волн. Считается, что нейтронные звезды рождаются вследствие взрыва сверхновой звезды. Звездные системы. Звездные системы — это совокупность звезд от 2 до миллиардов. Если в системе состоят две звезды, то это двойная звезда, объединенная общим центром масс, или этим центром выступает какая-то звезда. А если в системе состоят больше 10 звезд, это звездное скопление. Распределяют такие скопления на шаровые, рассеянные и звездные ассоциации. Галактики по своей сути тоже являются звездными системами очень больших размеров, включающие в себя разные виды звезд. Ну а в заключение можно лишь сказать — почаще смотрите на небо, особенно в ясную ночь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова